Звучит музыка Первоисточники всех этих измышлений, не имеющих ничего общего с реальной историей, как уже было отмечено в предыдущих беседах, ссылки внизу в видео, является сочинение «Патмутюн Хайотс Мавсеса Харинацы» или «История Хаев Моисея Харенского», которое национальная традиция искусственно относит к середине V века, хотя на самом деле оно было составлено в конце XVII века. Об одном из таких вымышленных первых царей по Руйре мы уже говорили, смотрите ссылку. Сегодня речь пойдет о другом вымышленном имени Ерванди, которой национальная традиция также относит к категории первых хайских царей. Почти у всех народов имеются собственные национальные представления о своей древней истории и о своих правителях. Эти представления состоят в основном из двух элементов – мифологической составляющей и официально принятой в академических кругах исторической концепцией, опирающейся на научно обоснованные материалы, исследования, артефакты, документы, что позволяет выстроить в хронологической последовательности картину развития национальной истории. Народ Хайер, называемый также армяне, не является исключением в этом отношении и тоже имеет свою собственную версию национальной истории. Но существенным отличием национальной историографии народа Хайер является то, что ее древний период от ранних античных времен до средних веков христианской эры практически полностью составлен из мифов, легенд и вымыслов. В предыдущем видео, опять же ссылка внизу, мы уже обсуждали, что в рамках этой национальной историографии весь регион в древности был заселен доминирующим народом Хайер. И находился под властью хайских царей, а язык этого народа был общим для всех народов и племен, населяющих эту огромную территорию, которая, согласно Моисею Харенскому, носила название «Первая страна Хаев» – Араженхайк. Как следствие этой фантазии, по мнению Национальной исторической школы, основанной на этом сочинении, все многообразие древних письменных источников должно было бы быть до краев наполнено самоназванием народа Хайер. Но в реальности все обстоит с точностью наоборот. За три тысячи с лишним лет, задолго до Рождества Христова и после него, ни в одном из бесчисленных разноязычных древних источников, содержащих информацию об истории Малой Азии, ни разу не было отмечено упоминание этнонима Хайер или хотя бы одного единственного упоминания слова «хай», то есть отсутствие от слова «совсем», не говоря уже о таких выражениях, как «хайский царь» или «страна Хаев». Историкам хорошо известно, что изобилие письменных источников различного происхождения позволяет составить достаточно полное описание древней истории региона. Вот несколько примеров наиболее распространенных письменных систем, широко использовавшихся здесь со времен глубокой античности. Эти образцы свидетельствуют, насколько богатым было информационное поле древнего мира на всем его историческом протяжении. Это ассиро-Вавилонская письменность 8-6 веков до Новой Яры, арамейская письменность, широко использовавшаяся в регионе с древнейших времен до современности. Клинописные прописные варианты староперсидской письменности, древнегреческая письменность на протяжении веков, греческий был одним из основных языков общения в регионе Малой Азии. Это еврейская письменность, которая также была в широком употреблении с древних времен на всем пространстве Малой Азии. А также в Малой Азии использовалась практика многоязычных текстов. Пример слева – это двухязычный греко-арамейский текст 6 века до Новой Яры. И справа знаменитая Литунская стела, на которой один текст выбит на трех языках – греческом, арамейском и ликийском. Эта стела относится к 4 веку до Новой Яры. То есть эти примеры свидетельствуют о том, что хорошо разработанные буквенно-знаковые системы открывали практически неограниченные возможности для свободной записи сведений любого характера. И, как было сказано, ни один из десятков тысяч древних текстов, некогда составленных с использованием существовавших письменных систем, не содержит ни единого упоминания о народе Хайер, его царях и землях. И это неопровержимый факт. Но поскольку историческая школа современного Хаястана не принимает аргументов, опровергающих ее построение, то краеугольным камнем в ее основании продолжает оставаться сочинение истории Хаев Моисея Харенского. Именно в этом сочинении впервые упоминается некий правитель по имени Ерванд, которого в хайской исторической традиции принято называть первым хайским царем, основателем династии Ервандидов, владевшим необъятными просторами Малой Азии, Южного Кавказа и Ближнего Востока за сотни лет до начала христианской эры. Именно ссылаясь на Моисея Харенского, вымыслы о хайском царе Ерванди по настоящее время внушаются в национальной среде со школьной скамьей до высших учебных заведений, тиражируются в научной и популярной литературе, а сегодня и в социальных сетях. При этом в историографии современного Хаястана господствует несокрушимое убеждение, что каждая строка сочинения Моисея Харенского является истиной в последней инстанции. Первый разуме Ерванд возникает в главе 22-й первой книги фальсификатора и звучит оно как «Ерванд кратковечный», то есть якобы в архаичные времена был некий царь с таким именем, но век его был короток, он быстро сгинул, и потому о нем не осталось сведений. Но затем, в главе 37-й, второй книге истории Хаев Моисея Харенского появляется уже более отчетливый образ подлинного хайского царя Ерванда, на этот раз с описанием его рождения, его родителей, его взросления, прихода к власти, его завоевания и так далее, вплоть до его гибели. И на образ этого Ерванда следует обратить самое пристальное внимание. В пределах исторической школы Хаястана Моисей Харенский величается не иначе, как всемирно известный, выдающийся историк Моисей Великий, отец хайской истории Патмахаир и даже хайский Геродот, по примеру древнегреческого историка Геродота, которого считают отцом мировой исторической науки. При этом в историографии современного Хаястана господствует несокрушимое убеждение, что каждая строка его сочинения является непререкаемой истиной, и потому в национальной исторической традиции его почитают как самого достоверного, самого точного и правдивого историка. Итак, какую информацию сообщает великий, самый достоверный и самый правдивый историк, отец-основатель исторической школы Хаястана Моисей Харенский, об этом хайском царе Ерванде, который по тексту сочинения является не каким-то архаичным фантомом, а вполне подробно описанным в текстах самого точного и самого праведивого хайского историка, слово которого считается абсолютной правдой. Глава 37 книги 2 называется «Царствование Ерванда и истребление сыновей Санатрука. Бегство и спасение Арташеса». Со временем мы поговорим и про этого Арташеса, потому что с этим персонажем связан целый ряд фальсификаций, но сейчас в центре внимания только образ этого царя Ерванда, который, судя по тексту, основал целую династию. Это настолько специфичный персонаж, существующий исключительно и только на страницах хайского Геродота Моисея Харенского, что его по праву можно назвать истинным царем Ервандом народа Хаер. Основным моментом данной главы является то, что в ней говорится о возникновении не какого-то подложного персонажа, искусственно созданного из перекроенных образов правителей других народов, как это обычно делал фальсификатор, а о настоящем чистейшей воды национальном хайском царе Ерванди. Вот как описывает это достоверное в представлениях хайской исторической школы событие сам Моисей Харенский. В преданиях о нем, то есть о Ерванде, рассказывается, что некая женщина из рода Аршакуни, телом огромное, с крупными чертами лица, похотливая, на которой никто не отважился жениться, родила двух мальчиков от противоестественного соития, как пасифая Минотавра. Мальчики подросли, и их назвали именами Ерванд и Ерваз. Чтобы не оставалось никаких сомнений, здесь же приводится эта же 37-я глава из оригинального текста Моисея Харенского на хайском языке. Великий историк раскрывает в этой строке от противоестественного соития, как пасифая Минотавра, потрясающую историческую правду, как самый правдивый и самый достоверный летописец истории хайского народа. Дело в том, что в древнегреческой мифологии, на которую ссылается в этой фразе Моисей Харенский, пасифая была супругой мифического критского царя Миноса. Охваченная страстью к быку, она родила в противоестественном соитии с животным Минотавра, который был наполовину быком, наполовину человеком. Именно таким, по достоверному свидетельству великого историка Моисея Харенского, было рождение первого хайского царя Ярванда. Сославшись на греческий миф, дабы выкроить из него страницу, не существовавшей прежде в вымышленной истории народа Хайрен, невежественный фальсификатор не подумал о том, что этой выдумкой он превращает свою историю в руины. В главе 37 второй книги он сообщает, что первый хайский царь Ярванд был рожден точно так же, как Минотавр в греческом мифе, с той лишь разницей, что его рождение произошло от связи огромной армянской женщины с крупными чертами лица, похотливой, на которой никто не отважился жениться, от ее противоестественной связи с быком. И, как следствие этого, он тоже выглядел как Минотавр. А теперь, внимание, вы будете первыми, кто увидит сейчас изображение, иллюстрирующее повествование о рождении и внешнем облике первого хайского царя Ярванда так, как описал это событие Моисей Харенский. Именно так он и выглядел, не более и не менее, в точности, в соответствии со строками отца-основателя хайской национальной историографии Мавсеса Харинацы или Моисея Харенского, каждое слово которого в рамках национальной исторической школы Хаястана считается истинной в последней инстанции. А раз так, то приходится признать, что сказанное в главе 37 книги 2 истории хаев Моисея Харенского является, увы, исторической правдой. Такова реальная история рождения подлинного хайского царя Ярванда, и выглядел он именно так, как это показано на приведенной здесь иллюстрации. По этой же причине невозможно не согласиться с тем, что рассказ о противоестественном появлении на цвет хайского царя Ярванда, описанном великим Мавсесом, в данном фрагменте его сочинения имеет полное право быть принятым исторической школой Хаястана в качестве достоверного исторического факта. Но, но в то же время, обращаясь к трезвому и объективному зрителю и слушателю, как в пределах, так и за пределами исторической традиции Хаястана, подчеркиваем, вот каким абсурдом переполнена так называемая классическая хайская литература, которую по канонам национальной историографии относят к V-VI векам христианской эры. Вот на какие сочинения, составленные из абсурдных сказок, не имеющих ничего общего с реальной историей, ссылались и продолжают ссылаться, как на исторические источники по настоящее время. Вот на основании каких сочинений выдвигаются нескончаемые территориальные претензии к окружающим странам и народам. И на этой ноте предлагаю вам еще раз взглянуть на то, что является миру на самом деле, если следуя букве и слову самого авторитетного и достоверного историка народа Хайерен, проиллюстрировать его классический текст. Это не просто монстр, так называемый царь, который никогда не существовал в природе. Это и есть лицо фальсификации, если переводить их в визуальные изображения. Эта визуализация еще отчетливее раскрывает то, во власти каких идей находится целый народ, пребывающий в убеждении, что колоссальный участок планеты должен быть очищен от сотен миллионов людей нехайской национальности ради создания страны Мецхайк или Великой Армении, населенной только народом Хайерен. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте поддерживать его лайками. Впереди еще много интересных разговоров. Всего хорошего!